Донбасс Примерно треть опрошенных жителей Донбасса считают, что терпеть бедственное положение уже невозможно. По продуктам питания наблюдается некоторое улучшение. Частично, как мне кажется, оно связано именно с работой благотворительных фондов и помощью людям. Слабая тенденция, но тем не менее улучшение. Однако по медикаментам ситуация остается острой. Приблизительно половина опрошенных говорят о том, что они не могут удовлетворить свои потребности. Города с катастрофической гуманитарной ситуацией образовали пятерку, где очевиден дефицит всех категорий товаров. Это станица Луганская, Первомайск, Стаханов, Авдеевка, Енакиево. Причем станицу Луганскую, Первомайск из-за постоянных обстрелов покинула большая часть населения. Впервые на гуманитарной карте Донбасса отображены потребности детей. В рационе старших не хватает овощей и фруктов. Малышам молочных продуктов и смесей. Почти половина опрошенных семей не имеют возможности вывести детей на безопасную территорию. Четверть других не могут оплатить лечение ребенка в случае болезни. А для каждой третьей семьи одна из главных проблем психологической здоровья детей. Где-то около 40% говорят, что они не могут обеспечить здоровое питание. Например, чуть-то меньше, до 38% они говорят, что главная проблема это то, что они не могут оградить детей от негативной информации, от каких-то стрессов. Вот это как бы подтверждает то, что есть психологические проблемы. Гуманитарная карта – инструмент, который активно использует штаб Рината Ахметова в своей работе. После первого исследования штаб расширил географию помощи в самой горячей точке региона и запустил новые направления. Мы увидели потребности, например, наших земляков из Макеевки. И буквально со следующей недели гуманитарный штаб Рината Ахметова начинает выдавать помощь жителям Макеевки в Донецке. Мы увидели потребность маленьких детей в особом питании. Поэтому по личной инициативе Рината Ахметова было создано особое направление поможем детям. Не сильно преувеличу, если скажу, что благодаря стараниями фонда Рината Ахметова сейчас в Донецке и многие другие города Донбасса буквально спасаются от голода. Карту потребностей Донбасса используют в работе представители Всемирной продовольственной программы ООН в Украине. Эта карта поможет нам направить помощь туда, где в ней нуждаются больше всего. Мы сможем через волонтерские организации направить людям продовольствие, продуктовые ваучеры или наличные деньги. В рамках продовольственной программы ООН уже выделено около 17 миллионов долларов для помощи жителям Донбасса и переселенцам. Данные важны как для профильных министерств, так и для волонтерских групп. Интерактивная версия обновленной гуманитарной карты Донбасса доступна на сайте Допоможема ТВ.